Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я рада вас приветствовать на канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Петушок поет, а огород зовет. Да, на дворе февраль, последний месяц зимы, но огородники знают, что именно в этот месяц начинается такая вот приятная, подкожная... Как это выразиться даже? В общем, хочется сажать, хочется перебирать семена, пакетики, что-то прикупить, что-то выкинуть. И мой огород на окне, вы про него спрашивали, мог бы не состояться, если бы меня не попросили посадить несколько корешков, для человека, который сам это делать не хочет или боится. И я решила, я посажу. Почему не хочу в этот год сажать? У меня нет катастрофических мест. Просто я не знаю, где держать, а это все-таки до тепла на балконе время довольно-таки... Ну, не два дня где-то передержать. Жертвовать комнатными растениями тоже не хочется. Я посажу, и если это будут крепышики, я себе оставлю корешочек одну, парочку-троечку. Если это будут какие-то дигельки, нет, я все отдам. В этот год я буду, попробую посадить григорашек. Я никогда его не сажала, ни разу. У меня всегда было чудо на окошке. Звуки за кадром, это кот постоянно, когда я говорю, и он начинает, мой старикашка, что-то там кряхтеть. Значит, семена сибирского сада мне очень-очень нравятся. Они, мне кажется, закаленные. Вот этикеточка здесь и этикеточка здесь. Давайте почитаем. Гибрид малыш для декоративного выращивания. Балкон и горшечная культура. Ранний, супер детерминатный, штампового типа. Крепкий, компактный кустик, высотой 25-30 см. Вот на это я повелась, если вдруг будет иначе. Как вот написано, балконные чудо. Я не знаю, у кого как, я сажала балконные чудо несколько раз. И вот эти там 30-40 см превращались в метр 30-40 см. Чудо на окошке. Мне очень нравится. Но в этот раз я не нашла ее. С густой, сильно гофрированной темно-зеленой листвой формирует кисти. 6-8 плодов. Через 90 дней одарит хозяев красивыми круглыми интенсивно-красными томатиками. 35 грамм. Не затрачивая больших усилий, даже дома можно получить неплохой рожай и побываться красивыми растениями. Для ускорения процесса схожести семян, оздоровления растений, улучшения завязываемости плодов, рекомендуется пользоваться специально разработанными стимуляторами роста и развития растений. Все понятно, спасибо, ими я пользоваться не буду. Во всяком случае, для начала. Вдруг пойдет и так все хорошо. Значит, кроме семян, что мне понадобится сегодня для того, чтобы посеять? Мне понадобится любой инструмент. Я хоть и положила для красоты, да, могу еще положить. Кто со мной давно знает, что я люблю всякие эти штучки, не могу пройти мимо. Чисто для картинки, чисто для фотографий. Все равно пользоваться я буду обычной столовой ложкой, которая рядом у меня в земле ждет своей очереди. Ну, соответственно, тару. В этот раз у меня тарой будет простой горшочек, потому что пусть хоть там 2-3 недели, я не знаю, сколько они будут сходить. Мне бы хотелось все-таки, чтобы это был простой такой цветочный горшочек на окне. Различными пластмассовыми вот этими штучками я к ним очень отношусь. Тем более, когда сажаешь в таких масштабах для дачи, для деревни, для себя, для друга. Конечно, это все, да. Но я не буду в моем случае, когда мне нужно 2,5 корешка, использовать вот эти всякие, ну, не очень эстетичные штукенцы для рассады. Мне их просто некуда поставить. Мне некогда как-то их законспирировать. Поэтому просто горшочек будет стоять с землей. Земля у меня крепыш того года осталась. У нас простая земля и сверху еще я, как это сказать, ну, в общем, когда у меня томаты осенью, комнатные томаты я выращиваю каждый год, остаются, то земельный ком я не выбрасываю. Сами томаты я выбрасываю, хотя, может, тоже не надо было. А земельный ком я складываю в пакет. И там это вот корешочки высыхают и так далее. Поэтому если в земле у меня, вы увидите, а вы увидите, вот такие белые какие-то вкрапления, корни и так далее, это все, не берет мой красивый, вот здесь такие вот белые волосочки и так далее, это все корешочки типа органика. С прежних немножко я подсыпала, как сказать, земляной ком от прошлых томатов. Сама земля там, конечно, уже, ну, корни все питательные для себя взяли, но сами корни подгнивают сейчас, да, я их очень-очень хорошо так мелко растерла, что ли, измельчила. И они будут давать органические удобрения сами корешочке. Мне так хочется думать, я, возможно, ошибаюсь, я далеко не агроном, поэтому мне так нравится и хорошо. Петушок для красоты. А вот мешочек и резиночка, это то, чем мы покроем сверху наш горшочек, создавая, ну, как сказать, создавая, да, создавая парниковый эффект. Итак, если бы это была какая-то квадратная или прямоугольная тара, да, я бы делала бороздки и все это сеяла. Есть у меня вариант с бороздками, ссылка сейчас в правом верхнем углу выплывает, можете посмотреть, как это было, я не помню, в прошлом, что ли, году, это не важно. Сейчас я попробую без бороздок, нет никакой особой-то разницы. Когда, например, петунью сажаешь мелкие, да, там как-то бороздки принципиальные. Здесь нет. Здесь главное, чтобы в хорошую земельку семечка положить и хорошей земелькой сверху, чтобы семечка тоже имела. Присыпать ли кто как, кто присыпает, кто делает луночку и просто завалит. Но это не имеет никакого значения. Зацепить семечки за землю и из нее к солнышку прорваться. Вот задача семечки. Наша задача на земельку семечка уложить. Вы видите, что здесь довольно-таки можно было еще подсыпать земли. Но так как горшок и сам по себе большой, при посеве много земли не надо абсолютно. Я говорю просто, даже неправильно делать, земли должно быть еще меньше. Но я не хочу чеплашек, поменьше я не нашла. Это у меня будет такой стоять, как цветочек, цветочек на подоконнике. Не больше, не меньше. Поэтому, конечно, здесь земли уже много. И еще я подстраховалась, все равно же буду, пикировать я буду. Если вдруг будут дигельки, то есть место подсыпать этой земли и немножко укрепить этот стол. Потому что, говорю еще раз, Григорашек для меня абсолютно новый томат. Я не знаю, что он и как он. Теперь наша задача. Нужно уложить сверху семена, как мы хотим. Дорожками, крестик, нолик, по круговой. И я этим не парюсь, потому что это совершенно временно. Просто укладываем семена на земельку. Если кому-то хочется сначала указать точечку, как немножко придавить земельку в точечке, а потом насыпать, пожалуйста. В посеве, в огородничестве мы такие же творцы. Как там, я не знаю, в вышивке, в вязании, в лепке. Как хотим, так и мутим. Итак, я разложила семена абсолютно в хаотичном порядке. Все 15 абсолютно пустой мешочек. Я не хочу там оставлять. Все это в будущее, не будущее. Знаете, будет год, будут семена копить, хламиться. Я найду, кому раздать эти семена, если они будут шикарными. Лишь бы все взошли, куда будет хуже, если не взойдут. Вот тут вот не видно, но здесь тоже под земельку ушла семечка. Она как-то бочком легла. Но нравится ей так, бог с ней. В конце концов, она у себя дома. Так, значит, теперь, я не помню, сказала или нет. Я полила первоначальную водичку. Я полила, просто приготовилась уже кролику. На балконе холодно, хочу все это побыстрее сделать. Очень нравится проливать горячей водой. Многим и на такую теплую земельку. В этом есть смысл. Семечка пробуждается. Не кипятком поливать. А я поливаю землю такой довольно-таки горячей водой и раскладываю семечки. И они уже, вот прям видно, были светленькими. Сейчас темнеют, набухают. А когда это будет еще и тепло уже из земли исходить, это как бы вообще замечательно. У меня же сейчас я на балконе стою. Нет смысла в поливке. Я просто полила нормальной водой. Сейчас мы на подоконник. Я не ставлю на батарею, у меня нет фитоламп. Я просто поставлю в светлое место, накрою пленочкой. Сейчас это покажу. И сниму ее, когда появятся первые ростки. Все буду показывать. Сорт для меня новенький. Поэтому, что бы ни было, скажу. И свое мнение об этом сорте тоже я сформирую. Итак, нам осталось засыпать земелькой то, что мы посадили. Сильно засыпать не надо, потому что не прорвется. Росточкам будет тяжело. Но и мало не надо, потому что будет выходить росточек с шапочкой. Вот эту кожицу семени он себя не скинет. И он прорвется. Такой молодец, хорошенький, зелененький. А листики его будут спрятаны в шапочке. И тогда сложно. Смотря еще на сколько листочки все-таки вылезли. На каком кончике листочков эта шапочка находится. Люди сбрызгивают тихонечко, иголочкой все поддевают. Чтобы это было как можно меньше или не было вообще. Нужно засыпать таким, я не знаю. Но мне кажется, где-то полтора сантиметра земельки должно быть. Засыпаем землей. Вот все семена я покрыла. Но этого мало, чтобы они чувствовали себя при всходе замечательно. Поэтому второй пошел. Мне здесь не очень удобно. Все со временем я подделаю. Все со временем я подделаю. Все со временем я подделаю. Нам не нужно крупных фракций. Земелька должна быть прям такая вот, как ух. Так, теперь очень важный момент. Сверху землю нужно... Нет, не нужно. Давайте как вот я делаю. Чуть-чуть примять капельку. Капельку я примну, чтобы проходя через нее, семечка скинула свою шапочку однозначно. Когда рассада всходит в шапочкой, это не то, что это не катастрофа, но все равно она как-то мочит семечко, снимать эту шапочку. Вот, а мне нравится, когда сама зеленушка, проросток без шапки уже вот эту саму семечко, корочку, кожицу, домик уже там в земельке он сбросил. Теперь такой момент. Кто-то сверху сбрызгивает и поливает. Это неправильно и неправильно. Это так, как хочется человеку. Кто-то сверху не сбрызгивает и не поливает. Если у нас очень хорошо пролита земелька здесь, и тем более, если сейчас это было бы дома, и все было очень тепло, прям чуть ли не горячей водой, да, оттуда прям шло бы тепло. Потому что земля, естественно, это станет влажной, диффузно от той земли. И кроме того, сверху мы еще создадим парниковый эффект. Этого достаточно, чтобы смочить землю. Так что поливать или не поливать, решайте сами. Я сверху чуть-чуть сбрызну, потому что все-таки сейчас мы находимся на холоде, и может быть я недостаточно пролила земельный ком снизу. Я чуть-чуть сбрызну, этого можно не делать, скоро на пленочке появится вода, которая будет капать и все-все абсолютно увлажнит. Сбрызгиваю я простой водой. Можно использовать стимуляторы роста. И пин иногда я использую. В этот раз, да, но если почитать, вот что содержит эта земля, там очень много различных питательных веществ, которые достаточно для того, чтобы семечка пробудилась, семечка проклюнулась. И до пикировки оно питалось тем, что есть земли. Если, конечно, верить, написано на пакете. Перекармливать тоже не нужно. Но и стимулятор роста я не хочу. Все-таки свое, на огородике пусть будет максимально полезно. Так, значит, пакетик. Конечно, нужно может позабавиться эстетикой, как-то обрезать все это. Я сейчас это все сделаю в тепле. Сейчас я просто-напросто резиночкой. Резиночка улетела. Попытка номер два. А если мы вот так свернем и даже в четыре? Ну-ка, попробуем. Как мадурцы на даче. Побольше слоев, потеплей. Так, не улетай только, пожалуйста. Вот таким образом я ставлю на подоконник. У кого фитолампа, конечно, там я с ними никогда не работала, я не знаю. Вот кто-то на батарейку. Я не ставлю на батарею. Я ставлю на окошечко. Пусть своим естественным образом тянется к солнышку. У нас сегодня первый день немножко солнышка. Поэтому, хотя где-то в душе думаю, что рано сажаю. Может быть, надо было к концу февраля. Но хочется пораньше урожай получить. Будем наблюдать. Будем наблюдать за тем, что получится. Ну что, а нам остается готовить. Не только ждать, но и готовить тару для будущего урожая. Вы помните, у меня есть супер корзиночка, которая всем нравится. И в которой красные ягоды и томаты смотрятся просто потрясающе. У меня есть голубое ведерко, не той стороной. Вот так вот. У меня есть супер леечка розовая. Я поливаю все-все ей. Она здесь смотрится или в другую сторону ее поставить? А в этот год, в аккурат к новому сезону, у меня появилась еще одна корзиночка. Мне подарили символ года. Хрюндельчика. В такой корзиночке. Хрюндельчик, мы с ним договорились. Ему этой корзиночке поднадоело. А мне уж эта корзиночка как к огороду хорошо подойдет. Так что урожай надо вырасти чуть больше, чем обычно. В такую-то корзиночку. Вы сами понимаете. По вашим многочисленным просьбам я все-таки буду ввести, пусть редкие, но огородно-садовые, такие огородно-садовые репортажики. Мы будем сажать и будем получать, я очень на это надеюсь, урожай. До новых встреч, мой добрый зритель. А они обязательно будут. Субтитры создавал DimaTorzok